Итак, это Стардио, мы с вами продолжаем, естественно, с вами 24 день. Так, мы с вами выучили шоколадный торт, это хорошо. И давайте посмотрим, что у нас с вами предсказательница скажет. Сегодня духи в ужасном расположении духа. Понятно, значит, будем стараться сегодня ничего такого особо не делать, что связано с удачей. Так вот, в прошлом выпуске мы поймали легендарную рыбу, я её продал. И у меня всё-таки возник вопрос, с ней что-то можно сделать или нет? Потому что я так погуглил, на самом деле, вроде ничего не было, то есть никаких особых фишек с ней не было связано. Вроде в каком-то рецепте она используется, но в этом рецепте можно использовать и обычную рыбу. То есть в суши, вроде как удобрение, там можно использовать обычную рыбу, легендарное там, ну это, кочунство. Зато стоит она 2000 с лишним. И вроде ни в подарках она не участвует, ни в чём таком. Напишите в комментариях, для чего она вообще нужна, просто положить в коробку или всё-таки можно спокойно продавать. Здорово, молодёжь, вот тебе рецепт кузнятия, на который папка мой готовил, готовь на медленном огне. Пэм. Цветная капуста с сыром. Хм, хорошо. Ну-ка, от Вилли. Опять та же самая история. Уха. Здесь, завтра пир зимней звезды, надеюсь подарок уже готов. Помните, Сэм, ваш тайный друг. Пир начинается в 9.00 на городской площади, до встречи Мир Льюис. Да, подарок-то есть на самом деле. Это мы с вами скидываем, это нам не нужно, старые шпоры. Сейчас быстренько пробегусь по всем утренним делам, то есть нужно налить туда воды, сюда водой. Естественно, всех подстричь, покормить и дядя поглажу. Ну что ж, там я совсем разобрался, нужно не забыть сейчас ещё сбегать, нарубить твёрдую древесину, потому что проект Робин ещё не выполнен, 30 из 80. Каждый день хожу, там примерно по 15 единиц можно твёрдой древесины собрать. Жалко, ничего не оставил у себя на участке. Здесь ничего нету. Закрыто по средам, закрыто. Господи, чёрт побери, ладно, идём сразу туда. Мне интересно, можно ли здесь больше 15 единиц твёрдой древесины собрать, потому что вот второй раз захожу, это сейчас точнее третий раз. И два предыдущих раза были ровно как раз по 15 штук. Телепорт в горы, хорошо. Итак, ровно 15 опять, понятно. Видимо, это какое-то стандартное число. Мне на самом деле здесь понравились, очень понравились вот именно вот эти вот кристальные фрукты, потому что когда они хорошего качества, получается, они дают огромное количество энергии, огромное количество здоровья. Сами по себе очень дорогие, я думаю, может быть из них вино какое-нибудь дорогое получится. Это нужно проверить. О, я только что заметил, здесь у нас с вами червячки. Ну-ка, прикольно, хорошо, секретная заметка ещё одна. А, окей, знакомое место, если не ошибаюсь. А, да, я понял где-то, всё хорошо, сходим. Ну-ка, семена перца. Два, пять, шесть. Ладно, нормально, из трёх неплохо. А вот из этого на что получится? А нет, подожди, есть ничего не нужно. Вот сюда положи, пожалуйста. А, нельзя, значит, их так положить. Это значит, мы можем только из них сделать семена, когда скрещиваем с вами кристальные фрукты с другими четырьмя. То есть там что у нас, крокус, кристальный фрукт. На самом деле, это можно легко проверить, что там у нас с вами было, потому что эти семена, они как раз дикие семена осень, лето, зима. Крокус, а, зимний корень. Соответственно, смешав по одной единичке, мы можем сделать 10 вот таких вот семян. И в итоге, как там повезёт, не повезёт с этими, собственно говоря, фруктами, ну, естественно, сколько их там будет среди посаженных. Это уже, естественно, рандом. Ну ладно, хорошо, понятно. Я тут пока что просто немножечко решил перелопатить. Вот это добро. Чтобы можно было тоже высадить, потому что Линус его любит. Льюис, точнее, да, Льюис, это, естественно, мэр. Льюис это любит, соответственно, мы ему это будем дарить. Плюс это может где-то используется в рецептах. Опа! Смотри, кто полетел. Класс. Сейчас мы получили 10 тысяч с фермерства, то есть это, естественно, с пива. Здесь 612 за шерсть, что, кстати, на самом деле очень неплохо. Да, здесь только пиво было. Итого у нас с вами, естественно, есть деньги, чтобы купить за 25 тысяч узелочек. Но я, правда, не знаю сейчас. К клубу, скорее всего, не смогу подойти, потому что у них там праздник, все дела. Они сейчас туда пускать не будут. 30 тысяч в кармане. Обалдеть! Первый раз такое количество бабок. Как всегда, иду делать все утренние дела, поливать, что нужно полить, покормить, кого нужно покормить. И отправляемся с вами на праздник. Кстати, красная капуста. Я, конечно, могу ее сейчас разобрать на семена, но я не хочу. Черт побери, я вот не хочу, серьезно. Я бы на самом деле действительно просто-напросто пошел ее и положил бы в клуб и все. А красная капуста там в будущих сезонах появится просто в продаже. Ну что, пойдемте внутрь? Есть! Все, она спускает, все началось. Крепанный Новый Год, обожаю Новый Год. Единственное, что мне нравится, естественно, зимой. Сегодня мы все благодарны за удачу, которую принес этот год. Забудь о своих тревогах и расслабься. Добро пожаловать на Переземенные Звезды. Что это такое? Потому что мы панда. Новое достижение, потому что мы панда. Что она дает? Скорее всего, у меня повысились отношения с Марни. Да, пять звезд. И было четыре, я просто поговорил, плюс десяточка. И, собственно говоря, таким образом... Куда подарок положить? И таким образом у нас получилось это достижение. Я все еще недовольный, что не выиграл соревнования по подледному новому. Ну ладно, хорошо. Какое красивое дерево. Что-нибудь интересно скажете? Хочешь услышать легенду о зимней звезде? Ну давай. В зимнем ночном небе есть одна яркая звезда, которую видно только из нашей долины. Никому неизвестно, почему это так. Но в былые времена люди приходили издалека, чтобы на нее посмотреть. Они верили, будто тот, кто увидит зимнюю звезду, станет очень удачлив. Некоторые даже утверждали, что таинственный плод, звездная капля, как-то связан с зимней звездой. Окей, договорились. Эй, добрый день. Кстати, подожди, вон Сэм стоит. Я должен положить для него подарок или что? Сэм, привет. Сэм, ваш тайный друг. Вручите ему подарок, да? Вполне. Тигровый глаз. А, так это ты! Ах, тигровый глаз, спасибо. Ему должно понравиться, потому что вроде как он это любит. Мне Марни подарит. Слушай, Алекс, в этом году я твой тайный друг. Вот, открой. Интересно, что там? Ну? Двенадцать яиц. Ам, спасибо. Подарок небогатый, но я надеюсь, что тебе понравится. Ну ладно, омлетик сделаем. Бог с ним. С пастернаком. Так вообще там, как это называется, завтрак фермер или что-то типа того. Там что-то в магазине продается. Давайте глянем. Привет, Пьер. Баннер зима, зеленая гирлянда, маленькая сосна, окно со шторами. Красиво, кстати. Но мы тратить деньги сейчас не будем. Декоративный топор. То есть это можно просто выставить все дома, чтобы... Ну, или около дома, чтобы, естественно, создать праздничное настроение. Алекс, а что ты хочешь найти под елочкой? Графин, пряные медовухи, пара стильных ботинок. Новую лейку. Только и мысли, что в работе, да? Это совсем не весело. Черт побери, действительно. Ха-ха-ха-ха. А ведь действительно. Ха-ха-ха. Только я в работе и думаю. Надеюсь, под елочкой меня ждет новая камера. Ах, классно. Ладно, ну что. Мы с вами сейчас должны поговорить, как всегда, еще раз с Льюисом. И у нас свето продвинется или что? Или как? Или просто выйти отсюда? Наверное, просто выйти отсюда. И тем самым праздник закончится. То есть мы с вами получили свой подарок. Со всеми тут поговорили. Вроде да, абсолютно точно со всеми поговорил. И ничего больше нет. Печаль, печаль. 12 яиц на Новый год. Зашибись. Все, пошли отсюда. Я так думаю, что никакой звезды увидеть особо-то нельзя. Если можно, то в следующий год увидим. Сегодня не очень, на самом деле, счастливый день, как я помню, духи мне говорили, да? То есть я сегодня не хотел ничего делать. Предсказательница, завтра. Духи сегодня слегка возмущены. Понятно, сегодня слегка возмущены. Ну и бог с вами. Пойдемте просто поспим. Нет, секунду. Из-за того, что у нас с вами очень большое количество выносливости, мы можем успеть сгонять в клуб. Естественно, быстренько все туда положить. Плюс даже, может быть, по мусоркам прошвырнуться. И меня никто не запалит. Итак, у нас с вами вот в этом узелке нужно положить красную капусту. Экстрактор семян. Четвертый. Прикольно. Ладно, хорошо. Здесь кроличья лапка. Вы написали, откуда берется. Естественно, нужно кроликов разводить. А это на самом максимальном уровне курятника. И также можно получить, естественно, у торговки. Здесь яблоки. Либо нам повезет, они будут в пещере, либо нужно выращивать яблони. Яблони это довольно-таки долго. Давайте заглянем сюда. Посмотрим, что нам дадут за 25 тысяч. Дорогущую звук, черт побери. Ну-ка. Кристалляриум. Ставьте в него камень, который хотите размножить. Секунду. Это прикольно. А если я туда алмаз положу? 0.30. Мы, в принципе, все успеваем. Нормально, нормально. Давайте сейчас быстренько здесь посмотрим. Ни черташеньки нету. Вот чего ж так, а? Не везет. Да, сегодня просто неудачный день. Ладно, едем домой, ложимся спать. Итак, сегодня 26-й предсказательница. Ну-ка. Сегодня духи в ужасном расположении духа опять. А это значит, что я предлагаю, опять же, заниматься, ну, на самом деле, фермерскими делами. Что-то вскопать, что-то... Блин, я здесь плохо поставил. Вот это вот все перестань. Я хочу сварить рыбную похлебку, но не нужен альбакор. Я знаю, что их сезон уже почти кончился. Прости, что прошу так поздно. Можешь поймать ни одного. Ладно, в принципе, можно пойти альбакору поймать, потому что это несложно. Пока что пускай стоит здесь. Потом, естественно, придумаю, куда это можно будет разместить. Кофейное зерно. 4 кофейных зерна. 4 кофейных зерна. Обалдеть. То есть я могу сейчас, по идее, сразу взять и рассадить это добро и получить 4 куста. Это хорошо. То есть давайте сразу одно сюда. А рис еще не пророс, да? Рис не пророс. Вот здесь чеснок у нас с вами появляется. Чеснока всего 3. Вот из него сейчас как раз семена будем извлекать. Давайте здесь тоже посадим. Естественно, сейчас польем. И здесь тоже нужно будет удобрить скороростом. Да, и по поводу легендарной рыбы. Мне тут нужно было сделать перерыв. Я решил, почему бы все-таки не загуглить, что там происходит с этой легендарной рыбой. Она, в принципе, пока что точно абсолютно не нужна ни в каких квестах. Нигде вообще толком не используется. Единственная ее фишка в том, что ее можно поймать только одну на игру. То есть, естественно, чтобы мне поймать вторую, вот такую же рыбу, мне нужно начать все заново. Но по большому счету мы ее с вами поймали. И она у нас с вами отложилась, естественно, вот здесь в коллекции. То есть, естественно, у нас все. Она учлась. И вот то, что мы продали за 2.250, это ускорит нам развитие. И, ну, я не собираюсь 10 лет играть в Стар Дювале. Сорян. Но это действительно так. Но поиграем мы с вами какое-то время. Потом все остановится, прохождение, потому что все пройдем, абсолютно все сделаем. Попрощаемся с Стар Дювале и пойдем дальше. Я понимаю, что те, кто смотрит только Стар Дювале, для них это будет, наверное, печально. Потому что они будут хотеть смотреть только Стар Дювале и пойдут на другие каналы. Но для меня вот и для всех остальных это будет движение вперед. Ну, то есть, естественно, я все это прекрасно понимаю. Есть каналы, которые у них вот как у меня с Арком. У них на Стар Дювале по 70, 60, 70, 50, 100 тысяч просмотров. А на всех остальных выпусках по 3 тысячи просмотров. Что поделать, таковы реалии Ютуба. И, честно говоря, вот я даже в реальной жизни, но вот как поймал я какую-то там, предположим... Ой, секунду, это не то. Поймал я какую-нибудь трофейную рыбину. Ну, что мне с ней делать? Я либо ее, а, съем, либо, б, я ее выпущу. Чучело из нее никакой ты толком не сделаешь. Ничего такого не будет. И здесь то же самое. Если есть возможность эту трофейную рыбину продать, вот я ее сфотографировал, все сделал. И спокойно продал, заработал на этом зиму. Зато, опять же, эти там 2,5 тысячи нам, знаете, что обеспечили? Обеспечили то, что мы с вами побыстрее курятник улучшим, еще что-то улучшим. Это все у меня займет меньше времени. У нас с вами гораздо больше контента попадет в выпуск. Да, вы, кстати, подсказали, что там за такой темный туннель. Нужно как раз взять один аккумулятор и сходить в туннель, который рядом с автобусом. Мы, естественно, это сделаем. Я как бы тоже об этом подумал, но... А потом забыл. Ну... О, классно. Альбакор. Пошли сдавать. Тут просто какие-то бешеные коралловые заросли. Морской еж. Кстати, я до этого кораллы постоянно продавал, но теперь уже не буду, потому что... При помощи коралла можно сделать коророс-делюкс. То есть у меня появился как раз... Этот рецепт появился. И, естественно, появился у нас с вами рецепт телепорта на пляж. Там как раз коралл используется. Хорошо, что у нас сейчас с вами как раз газ здесь внутри. То есть вот с газом вообще в этом плане никаких проблем. Сколько же вас тут, а? Классо. Люди приходят зимой здесь просвлекаться. И это нам дает шикарную возможность просто пройти и поболтать с ними. Кстати, вот да, вот когда они заняты, лучше с ними не говорите. Я все равно продолжаю нажимать. О, прикольно. Интересно, с вами можно поиграть? Нет, я лучше этого делать не буду. Привет. Кое-что я поняла за то время, что здесь живу. На тебя будут глазеть, если ты выглядишь не как все. Да это везде так, господи. Брось. Держи своего альбакора, жалко, что он с такой звездой хотелось бы отдать тебе простого. А этого продать? Что это пахнет альбакором? А, ты принес его, огромное спасибо. Ну-ка. 400 золотых, хорошо. Я сегодня, наверное, в первый раз так рано лягу спать. Обычно всегда просто вот впритык. До последнего работаю. Сегодня давайте, наверное, впервые действительно ляжем пораньше. 27-й день. Получено достижение поселенец. Это, наверное, сколько-то денег заработать. Неплохо. Пиво 5600, 2500, 2400. Ну ладно, хорошо. Я хотел вот это посмотреть. А, нет, это кленовые семи. Это все довольно-таки дешевые. Хотя вот желуди по 20-ке. Ну, в принципе, неплохо. А вот семя красного дерева, которое получается, например, из пней. Вот оно реально дорогое. Но зато у нас с вами 18500. Новое достижение поселения. 250 тысяч мы с вами заработали. Неплохо. Ну-ка, предсказательница. Сегодня духи в добром расположении. Хорошо. Также мне написали пристрой... Что там пристроить? Винный погреб? Я впервые о таком слышу. Причем, типа, чего ты себе не пристроишь в винный погреб? Я вообще впервые слышу о винном погребе. Нужно сходить в гробину и посмотреть, что там за винный погреб такой. Я очень хочу, чтобы у меня из пастернака появилось больше семян. Картоха. Но я не знаю, возможно, их размножить таким образом или нет. О, у нас рис с вами поспел. Так. То есть его можно собирать потихоньку, да? Не измельченный рис. А! То есть, чтобы его измельчить, мне, опять же, понадобится этот самый, как его, мельница. Здесь. Это у нас дикие. Нет, наверху у нас с вами кофе, а вот это дикие. Так вот, я хотел попытаться из пастернака, из картофеля, просто добыть семена. Ну, то есть, чтобы побольше семян получилось. Стоп. А, у меня два разных. Окей. Естественно, это дешевые культуры. Но вот, но омлет с пастернаком, это у нас с вами блюдо такое, называется фермерский завтрак или что-то типа того. То есть, в общей сложности, пять картофелей, четыре пастернака. Это сейчас можно все посадить где-то здесь опять. Если пять, раз, два. Нормально. И вот сюда пастернак. Подожди, три пастернака разве? Почему-то мне показалось четыре. Я не туда, видимо, посмотрел. Итак, мы с вами можем наконец-то отремонтировать автобус, то есть, закрыть вот этот узелок. Десять тысяч. А, не пя... Почему-то мне показалось пятнадцать. Ладно, десять тысяч. Покупаем. В награду получаем громотвод, производят аккумуляторы, используя молнии для их зарядки. Ха, это прикольно. Вот откуда они берутся. То есть, я зря тогда потратил столько денег. Ну ладно, плевать. А когда мы закончим с этим местом, мы вернемся в свой мир. Прикольно. А, здесь типа офис чей-то был. Хорошо. И остается только вот это вот место. Ну давайте поставим громотвод. Вот, я даже не знаю. Ну просто где-нибудь вот здесь вот, без разницы. Глядишь, может быть попадет в него молния. Прямо сейчас ничего здесь делать нельзя. И возьмем... У нас с вами 21.50, время еще есть. Возьмем аккумулятор. Загоняем и посмотрим, что там в туннеле происходит. А, во, смотри. Эта камера хранения работает от аккумулятора. К сожалению, сейчас аккумулятора в ней нету. Или камера хранения какая-то. Сработала, камера открылась на распашку. Внутри лежит записка. Твое первое задание. Принеси радужную ракушку на железнодорожную платформу. Оставь ее в ящике, мистер Ки. А я на самом деле пока что вообще ни одной радужной не находил. То есть, мы это даже можем с вами по коллекции посмотреть. Кстати, по поводу суши роллов. Мы теперь наконец-то их можем сделать, потому что мы вырастили с вами рис. И вы мне писали, купи этот самый рецепт. Так он у меня был, я купил в одном из первых выпусков. Ну, когда у нас там появились деньги. Вот, морская водоросль, рыба, рис. А рис, я так понимаю, не вот этот рис, который у меня сейчас. А мне нужна мельница, этот рис переработать. И мы получим вот тот, который здесь нарисован. Как раз вот такой вот именно в упаковочке. Я думаю, что... Ну, у меня еще есть выносливость. Пойду-ка я немножко там, не знаю, хотя бы древесину порублю. Хоть что-то сделаю. Потому что просто так сейчас ложится прям кощунство какое-то. Ну, забавно они так автобус ремонтируют, на самом деле. Все, последний день сезона. Нужно не забыть в 12 часов за детской площадкой. Ну, давай рассказывай. А, кстати, королева соуса. Это я, королева соуса, клюквенная слась. Если не ошибаюсь, меня... А, нет, не было, ладно. Дальше. Предсказательницы. Сегодня у нас очень рады. Они постараются, чтобы никто не ушел. Отлично. Ам, блин, они очень рады. А у меня сейчас куча и куча дел, на самом деле. Фишка в том, что у меня еще есть задание. Смотрите, рыбное лобли. Мне нужно поймать три щуки. Для этого самого, для Вилли. Причем рыбу можно оставить себе. Всего шесть наживок. Вот это печально. У нас с вами сегодня удачный день. В том плане, что это, ну, как бы сам по себе удачный день. Плюс у нас появляется карамбула. Правда, продавать мы сейчас не будем. Ну-ка, еще кофейное. Еще четыре кофейное зерна. А, они так и будут здесь плодоносить и плодоносить и плодоносить. То есть, а, вот здесь вот у меня тоже кофе, если не ошибаюсь, да? Вроде да. Ну-ка, попробуем с вами еще раз садить. Угу. Пэм, привет. Эй, слыхали про старый автобус? Ага, я снова в седле. Хе-хе. И это приятно. Может, пить поменьше будешь. Туда мы с вами отправимся, наверное, все-таки на следующий день. То есть, сегодня не поедем. Раз Модиус просит убить двух призраков, попытаемся выполнить и успеть это сделать. Но я хотел бы сейчас в первую очередь глянуть, сколько у нас с вами стоит карамбола. По 750 за каждую. Что, кстати, очень неплохо. Причем это обычный карамбол, это даже без звезд. Это пока что ничего не делаем. 11.00. В общем, я планирую сейчас пойти к этой гребаной площадке и стоять в нее ровно до 12. Потому что, если я сейчас быстренько сейчас туда сбегаю и вернусь. Если я что-нибудь такое предприму, то все трындец. Я точно про это забуду. 11.00. Тихо. Ух ты! Плюшевый джунима. Вы получили плюшевый джунима. Но это украшение. Может быть выставлено в качестве украшения. Я так и думал, что что-нибудь такое будет. Ну то есть, не то, что там можно продать и много денег заработать. Но блин, это прикольно. А, да-да-да. Побежали с вами. Посмотрим у Робин. Что там дальше улучшить можно. По поводу винного погребочка посмотрим. Робин, привет. А, ну да, точно. И вот это еще нужно сюда выложить. Да, вот таким вот образом. Все, проект выполнен. Я чуть было про это, а ты не забыл. Я думал, что я сюда иду, чтобы посмотреть, что там можно построить. Нет. Получаем с вами 2000 золотых. Расширить дом. То есть, можно расширить твой дом, пристроить детскую. Это будет стоить 50 тысяч золотых, плюс 150 твердой древесины. Давай не сейчас. Слушай, нужно и 4 ткани. Кстати, 4 ткани, а не 3. Я просчитался. Сарай. Опа. Доисторический череп. Прикольно. Гюнтер может рассказать забавно. Сколько мы с вами уже все собрали, еще такие вещи. Так, 13.50. Я думаю, я успею слетать туда-обратно. То есть, нам нужно забрать древесину и камни. Я хотел попытаться размножить грамбулу, чтобы получить побольше семян. Давай, закидываем сюда. Так, ставим с вами строиться, мельницу. Построить. Я просто не знаю, где ее поставить. А, она не такая большая. Хм. Я просто не хочу, чтобы мельница стояла очень далеко. Фишка в том, что мне хочется, чтобы до всего можно было добраться. Буквально вот тут, чтобы все под рукой было. Так что мельница будет стоять где-нибудь здесь. Как видите, у нас там семена карамбола есть. Есть. Первое привидение. Хорошо. Есть. И второе привидение тоже пришло. Конечно, правда, уже 9 часов. Очень много времени ушло. Давай, 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 быстрее. Я не знаю, справлюсь я или нет, в том плане, что можно ли заглянуть к Расмодиусу. Ну-ка, сколько карамбола, а? Два семени. Блин. А, нет, секундочку. Оттуда два. И отсюда три. Итого пять. Классно. Фуф. Мне показалось, что два. Это было бы сейчас печально. Но, я не знаю. Мне кажется, Расмодиус уже не принимает. 21.40. Ты смотри, а он работает. Прикольно. Я просто решил на шару заглянуть. Элементарий довольный. Проделанный работой. Вот твое вознаграждение, как договаривались. То есть, 500 монет. Ну, естественно, отношения. Все, океюшка. Полуночный карп. 104 сантиметра. Такого я еще не ловил. Классно. Я помню, что кто-то из горожан его просил один раз. Но я так не смог поймать. И, естественно, не принес ему. Ну, а теперь у меня такая зверюга есть. Ну. Нет, побежали. Все. Быстрее домой есть. Плевать. Прямо здесь, на коврике, около двери. Все. Плевать на это. Итак. Вот это интересно. Смотрите. Птицевод. Вы быстрее приручаете животных, живущих в птичнике. Овцы быстрее обрастают шерстью. И вот как раз мне кажется, из-за того, что овцы быстрее обрастают шерстью, это будет интереснее. Потому что там можно, естественно, одежду делать и дела. Ну, давайте это выберем. Потому что я именно и выбирал это дело, чтобы уход за животными. За большими животными, а не за птицами. Ну что, весна? Блин, весна. Эм, привет. Меня зовут Кент. Я вернулся только вчера вечером. Из-за рубежа. Жена мне рассказала, что пока меня не было, в городе поселился новый фермер. Привет, Кент. Я только хотел представиться. Еще увидимся. А. Хорошо, я понял. Это муж. Ну, блин. Привет, Кент. Муж этой самой. Я забыл, как я зовут. У меня плохая памятная имена. Не она, не она, не она, не она, не она, не она. Где же ты? Лея. Вот, Джоди. Это муж Джоди. Окей. Хорошо, любимые подарки. Окунь с хрустящей корочкой и блины. Я даже не верю. У нас с вами прошел целый год. Обалдеть. Насколько же зацепила меня эта игра. Я специально решил ничего не делать зимой, потому что мне показалось, что зимой, на имею ввиду, что значит не делать ничего зимой. Мне показалось, что именно зимой у нас с вами ломается забор быстрее. Без понятия. Сейчас нужно будет где-то вот ремонтировать. Я могу это сделать, естественно. Давайте парочку скрафтим. Потому что мне не нравится, что у нас поломанный такой. Так, мы с вами закрыли еще один узелок. Точнее, починили с вами автобус. И остается там, ну вот, буквально последняя фишка. Ой, тихо, сорян. Это же этот самый какового. Это Робин стучит. Я думал, кто стучит? Чайный куст. Соответственно, у нас сейчас будет потихонечку расти. Нужно все расчищать. Потому что этому всему не место на моем огороде. Заново здесь все спахивать. И потихонечку высаживать культуры. Ну и чем на самом деле прекрасно теплое время года? То, что мы с вами можем спокойно всех выпускать. Давайте выходим отсюда. Нам абсолютно не нужно сейчас их кормить. Здесь ткань готова. Они там сами выйдут, сами. Естественно, выползай. Чего вы там застряли? Какие-то они странные. Весна же. Выходим, выходим, выходим. 13.30. Ну-ка. Подожди, здорово. Нашла вот эту штуку в комоде. Подумала, что у тебя может прям... Ладно, хорошо. Спасибо. Внимание, цены на сырье в магазинах Робина Клинта повысились. А-а-а. А че это так вдруг? Прямо такое ощущение, как будто бы в первый день здесь разошел. Харвин на том же самом месте. Прямо ничего не изменилось, обалдеть. Ладно, давайте смотреть. Желаю приобрести картофель, и чтобы прямо с грядки плачу после доставки. 240 за доставку Клинт очень обрадуется. Вообще-то, у меня там картофель вот-вот подойдет. У Кента день рождения. Окей, ладно, четвертого. Потом у Льюиса. Вот нужно не пропустить это дело. Глядишь, может быть, Кент чему-то полезному научит. Держи, дружище. Если не ошибаюсь, я не ошибаюсь, очень мило с твоей стороны мне нравится. Да, должно нравиться, потому что у тебя, в принципе, как раз это... Ну, он типа не любимый, но это ему нравится. Вот у нас с вами Пьер, да, понравившийся. Ух, я мало с тобой общался, мало с тобой взаимодействовал. У тебя очень плохие отношения со мной. Давай смотреть. Капуста, фасоль, картофель, тюльпан. Кудрявая капуста. Ярко цвет. Вот, мне сложно сказать на самом деле, но кажется, вот именно ярко цвет является хорошим... Давайте купим с десяток, или даже больше у нас, наверное, будет шестнадцать. Да, давайте двадцать купим. Так вот, вроде он нужен для того, чтобы у нас хорошо мед собирался. Но как это работает, я, сейчас говоря, не очень хорошо знаю. Пока что, ну, сейчас будем разбираться. Зеленая фасоль, цветная капуста. Я вот думаю, что из этого лучше всего? Цветная двенадцать дней. Кудрявая за семьдесят шесть дней. Собирается косой. Хм. Давайте кудрявую купим. Шесть дней это не так много. А вот в пустыню Каллика мы с вами отправимся в следующем выпуске. Сегодня я просто хочу добить все вот эти стартовые дела, если так можно выразиться. То есть, все, что у нас с вами в начале сезона делается. То есть, нам абсолютно все равно, какого они будут качества. Нам самое главное, чтобы они проросли. Сколько они там не растут? Семь дней. Ага, ясно. Естественно, рядом улья поставить. Посмотрим, как это будет работать на самом деле. Давайте пока что поливаем. Ну вот, я только-только заканчиваю со своими посевами. А, смотри-ка. У меня есть одно семечко. Вот это вот. Его нужно обязательно посадить сейчас. Вот сюда, потому что здесь скоророст применен. Да, хорошо. Ну и в принципе все. Нам получается вот это вот нужно долить. Здесь я пшеницу посадил. Тут по мелочи так, всякого разного. Все, отлично. Можно идти спать. Я всем доволен. Я все успел на самом деле сделать. Ну-ка. Кстати, да. Прогноз погоды. Завтра весь день будет идти дождь. То есть, можно будет, если еще один дождь будет, самое главное, что можно будет завтра сделать, это купить для... Пенни, естественно, подарок. Стоп. 0,50 ерунда. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги, деньги. Подожди, подожди, подожди. Давай вот это соберем. Да. Золотого качества соберем. Здесь вроде больше ничего нету. Дальше. Золотая. Это оставим. Абрикос золотой тоже туда же. Скидываем с вами 3, 2, вот эту штуку. Кстати, окунь. Вот это оставим. И вот это тоже продадим. Ну, а, да, кстати, пиво. Пиво продадим. Все, и у нас с вами будут деньги завтра для того, чтобы купить для нее кулон. И тем самым сделать предложение. На этом пока что все. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Начинается новый год. Мы заработали с вами, господи, 3,600 на самом деле. Потому что тут просто дофига бабла было. Я надеюсь, что в этот год мы с вами выполним все, что не выполнили в прошлом. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.